Перекись водорода для комнатных цветов. Бальзам в холодное время года. Благодаря этому уникальному раствору цветы будут свисти и пахнуть даже в самые холодные дни. Осушенный воздух, который получается путем обогрева центральным отоплением в квартирах и домах, отсутствие необходимого достаточного количества дневного света, приводит к замедлению процесса фотосинтеза, что вследствие негативно сказывается на жизнедеятельности и росте комнатных растений. Помочь им справиться с подобными трудностями поможет уникальное всем известное средство – перекись водорода. Перекись также является основным компонентом в дождевой воде, которую так любят все растения. Каждый цветовод не раз замечал, что именно после дождя, а не обычного полива, его растения и цветы начинают не только улучшать свое самочувствие, но и лучше цвести и расти. Давайте рассмотрим, каким же способом можно ухаживать за цветами. В литровую бутылку с отстоянной водой комнатной температуры добавить две столовые ложки трехпроцентного раствора перекиси водорода. Полученную смесь влить в распылитель и опрыскивать каждый день в умеренном объеме комнатные растения. Спустя несколько недель растения одарят вас своей красотой и обновленной свежестью. Также перекись водорода можно использовать не только для распылителя, но и для непосредственно самого полива. Но стоит учитывать, что в отличие от предыдущего метода, полив с перекисью можно проводить лишь раз в неделю, дабы обезопасить корни растений от ожогов и пересыхания. Перекись водорода поможет обеззараживать землю и убивать бактерии в почве. Помимо этого, перекись поможет корням усилить рост и избавить их от гнили. Замачивание семян в растворе с перекисью и комнатной отстойной водой может позитивно сказаться на выращивании. Перекись поможет обрабатывать рассаду, сможет оживить уже мертвые цветы, избавит от насекомых и других вредителей. В случае, если комнатные растения заражены вредителями, к примеру, паутинным клещом, можно смешать 30 мл перекиси водорода, 250 мл воды и 40 капель йода. Данный рецепт станет отличным вариантом первой помощи. При использовании перекиси водорода также стоит учитывать, что растения не будут нуждаться в необходимости дополнительной подкормки, так как полученный раствор и так уже имеет достаточное количество минералов. Субтитры создавал DimaTorzok